В эфире новости на 9 канале в студии Игорь Богатырев. Здравствуйте! Помочь участникам спецоперации теперь можно в Староскольских аптеках и торговых центрах. Для сбора средств в общественных местах установили 10 ящиков. Инкассацию проводят ветераны войны в Афганистане и Чечне и представители администрации округа. Репортаж Ларисы Ульяненко. Почти 15 тысяч рублей. Такую сумму пожертвовали оскольчане на нужды военных только за один день и только в одном ТРЦ. Всего же в городе установили 10 ящиков по сбору средств. 5 в торговых центрах и столько же в аптеках. Мелочь люди не бросают. В основном купюры по 50, 100 и 200 рублей. Немалые 500-рублевых банкнот. Есть и тысячные. Акция «Своих не бросаем» – идея ветеранов Афгана и Чечни, которую поддержали власти города. Наша организация была инициатором этого проекта. Одни из первых дней мы также начали заниматься. На Старомосколе не только мы занимаемся. Я знаю многих людей, кто занимается. Но мы в том числе вышли с инициативой и нас поддержали. И за это администрации огромная благодарность. Можно сколько угодно критиковать Минобороны, что не хватает того или этого. Но ребятам в окопах этим не поможешь. Зато помогут носочки, что вяжут бабушки, пальные мешки, что шьют студенты, пирожки, что по ночам выпекают женщины. И вот эти 100, 200, 500 рублей. Эти денежные средства могут пойти на приобретение батареек, аккумуляторов, сапог, нательного белья, носок, коллиматорные прицелы. Это должно быть еще и квадрокоптеры. Это должно быть еще и, возможно, рюкзаки. Это, возможно, еще горелки. Ну и перечень товаров очень велик. Это, возможно, медикаменты, переносные виды носилок. Коллиматорный прицел, он стоит больше 100 тысяч. Если брать тепловизионный прицел, он стоит почти 900 тысяч рублей, если брать нормальный. Если брать во внимание, что квадрокоптер, он еще больше стоит. А это все необходимо. И брать надо качественные товары. По словам Сергея Богунова, собранное до копейки пойдет нашим защитникам, в том числе староскольцам. Деньги можно жертвовать не только в ящике, но и переводить на расчетный счет самого руководителя организации. Счет, безусловно, будет на нашем сайте, на сайте администрации, за те денежные средства, которые мы потратим и когда будут отправлены. Прежде чем мы отвозим, мы делаем список, и нам расписывается в получении либо командир подразделения, либо тот полномоченное лицо, которое служит в этом подразделении. Огромное спасибо всем нашим горожанам, небезразличным, неравнодушным, кто понимает, что, как бы то ни было, сегодня есть необходимость для сбора денег и средств. Лариса Ульянин, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Администрация Белгорода ввела дополнительную выплату семьям погибших военнослужащих. Родственники получат 150 тысяч рублей на организацию достойного погребения. Средства выплатят, если участник СВО жил в Белгороде или имел регистрацию в любом населенном пункте региона и был похоронен в областном центре. Также предусмотрено, что 150 тысяч заплатят тем, кто понес расходы на погребение близкого после 26 октября этого года. Славянке 90 лет. Возраст солидный и для человека, и для производства. За эти годы группа компаний стала символом стабильного качества и совершенного вкуса. И сегодня в непростых экономических условиях команда профессионалов сумела сохранить достигнутый уровень производственных объемов. Задача ближайшего десятилетия и в 100 – работать на все 100. Известная сегодня на весь мир сладкая империя начиналась с небольшого предприятия купцов-дьяковых из Курской губернии. До революции в Старом Москве делали конопляное и ореховое масло, пряники, мармелад, джем, позже и рис и карамель. После национализации здесь стали выпускать леденцы, халву, а в войну пекли хлеб. Валентина Павловна пришла на фабрику в 1950 году. Фабрика – это мои университеты. Я пришла на работу в 16 лет. 40 лет я отработала, я не представляла, что я куда-то пойду работать. Понимаете, мне нравилось все. Надо любить просто производство и производить продукцию, чтобы людям было сладко, приятно и радостно. Настоящий прорыв производства пришелся на 80-е годы. Именно тогда с конвейера начали сходить птичье молоко, отливные сорта конфет, вкуснейшие риски. Колоссальный успех ветераны производства связывают с приходом на фабрику Сергея Гусева. Он пришел к нам главным инженером. И началась настоящая реконструкция нашей кондитерской фабрики. Ломались стены, вздымались полы, устанавливались. Он умел добывать машины, сырье. И у нас началась такая активная производственная деятельность, что мы тут прогремели на всю страну. Сергей Аркадьевич, как говорят, словно ветер не бросает. Если он начал, он будет делать до тех пор, пока сделает. В 97-м фабрика получила имя «Славянка». С этого момента и началось экономическое чудо, созвучное новому бренду. Именно чудо дало старт новой истории кондитерского бизнеса. Сегодня общая география продаж порядка 26 стран. И все же главный потребитель – Россия. Продукция компании, на которой выросло не одно поколение, давно стала визитной карточкой нашей страны. Доверие к неизменному вкусу продукции – заслуга огромного коллектива профессионалов, технологов, экономистов, производственников. Людмила Житких работает на фабрике с 96-го года. Начинала с ручной работы. Сегодня линии полностью автоматизированы. И конфетки мы делали, начиночку. Все мы делали вручную. Заливали. Вот не то, что как сейчас все стало автоматически, да. Честно, мне везде нравится. И всегда, и до сих пор. Я люблю свою работу. Я иду на эту работу с удовольствием. Мне это нравится. Хочу пожелать нашим работникам, нашим руководителям, в первую очередь, здоровья, процветания. Чтобы продукция наша покупалась, чтобы она была востребована всегда. Чтобы вообще хочу пожелать всего самого доброго, мира в нашем нелегкое время, мира всем, здоровья, счастья. Сегодня группа компаний выпускает более 350 наименований продукции. За одну дегустацию никак не получится познакомиться со всем ассортиментом славянки. А еще здесь производят какао-масло из настоящих какао-бобов и делают собственную упаковку. Искренне гордится качеством Андрей Голиков. Уже 30 лет он на страже бесперебойной работы оборудования. Начинал со старой фабрики скандитерской, еще она называлась скандитерская фабрика имени 1 мая. Половина была ручная упаковка, половина автомат. Сейчас оборудование, и с каждым разом она уже компьютерная. Переобучаемся, обучаемся. Также приходят молодые специалисты, также им помогаем, обучаем. Чтобы кто покупает ее, радовались продукции. Не только, чтобы она была вкусная, но и красиво, качественно завернута. За 90 лет «Славянка» стала символом стабильного качества и совершенного вкуса. Группа компаний входит в топ-50 мирового рейтинга и топ-500 рейтинга кондитерских предприятий России. Значительные инвестиции «Славянка» вкладывает в развитие социальной инфраструктуры. В компании построены три храма на территории Староскольского городского округа. Дом детского творчества, водно-спортивный комплекс, ледовая арена, загородные базы отдыха. Активно развивается собственная сеть фирменной торговли. За счет прибыли постоянно модернизируют производство. Здесь держат твердый курс на столетия. Заглянуть в окна нашей талантливой землячки Фаины Ташмановой теперь можно во всех библиотеках города. Сборник стихов с таким названием представили Староскольцам в день рождения молодой поэтессы. Из литературной гостиной наш следующий сюжет. В зале библиотеки имени Пушкина в этот вечер нет незнакомых друг другу людей. Всех объединила Фаина Ташманова. Это она прославляет наш край на всероссийских и международных конкурсах поэзии. Это она вместе с мамой пишет песни для большинства культурно-массовых мероприятий области. Это она заставляет поверить в неограниченные возможности настоящего таланта. Замечательная красивая девушка, умница, талантливая, настоящий профессионал своего дела. Фаиночка, тебя знают далеко за пределами нашей замечательной Белгородщины, далеко за пределами Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, далеко за пределами нашей России. Твой талант, понимаешь, он олицетворяет всю нашу Белгородщину. В праздничный вечер представили сразу две книги Фаины – «Стихами» и «Окна». Удивительно искренние, трогательные строки пронзают своей глубиной. В этих тесных телах, словно в гречках птицы, так живем мы всегда с детства взятые в плен. Когда читаешь первый раз это стихотворение, кажется, что это стихотворение напишет о себе. Когда же перечитываешь вновь и вновь, вдруг чувствуешь, что эти строчки не о ней, не только о ней, они о каждом из нас. Особую роль в жизни Фаины играют родители. Евгений и Рашид поддерживают все ее начинания. Они любят путешествовать с семьей, петь под гитару и, конечно, читать стихи своей одаренной дочери. Уловлю душою, как радаром, что в кустой скрывается тишина, и, примяв с собой травы перину, вдруг почуя, запах счастья вновь. Муравей кусается за спину, полосок маю щепочет бровь, все, куда не глянешь. Травы, 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 как зеленые моря. Эти травы бесконечно правы, что родиться все жену не зря. Спасибо, Михаил Иванович. Не десятки, не сотни, а тысячи. Где-то дивизия, скажут военные, имя-ли, горькие пепелища, а в момент наша память нетленная. Ряд их не строим, походками нашего. Мирные хаты, деревни, селения бродят по небу сожженные заживо вместе с гражданским своим населением. До меня все сказали. Это стихотворение, опубликованное на странице Фаины в соцсетях, тут же разлетелось на строки, отозвавшись эхом в душах многих людей. Не умнее я порядка, не хитрее бывало, не мудрее, ушедше, не сильнее, устало. Только чувствую, нужно подхватить это знамя, что не видимо леет над живущими нами. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на мою презентацию. Авторский экземпляр книг особенно дорог Ирине Галиовой. Художница уже не впервые иллюстрирует стихотворное издание Фаины Ташмановой. Говорит, претензий со стороны поэтессы не бывает. Иногда это даже смущает, потому что полный полет фантазии. Фаина легким языком говорит о сложных вещах, и тут нужно таким же легким языком это все иллюстрирует. Подарили книги и всем гостям вечера. Фаина стала не просто моей подругой, коллегой, но и членом моей семьи. И они тоже считают нас уже своей семьей. Я считаю, что Фаина – это талант пера и трогательных стихотворений. Я всегда, когда слушаю ее или читаю стихотворения, я всегда плачу. И сегодня не исключение. Сегодня, мне кажется, я была тем человеком, который проридал всю презентацию, потому что прозвучали все эти стихи, которые, ну, не могу я спокойно воспринимать, но очень трогательные, глубокие, мудрые. Оба сборника стихов Фаины Ташмановой теперь есть во всех библиотеках Старого Аскула, в том числе и школьных. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, Девятый канал. Струны русской души зазвучали в горняке. Концерт посвящен Дню рождения Михаила Эрденко. Под аккомпанемент Староскольского сводного детского симфонического оркестра выступили звезды мирового масштаба. В Староскольском детском сводном симфоническом оркестре 60 юных музыкантов. Самой маленькой скрипачке всего 9 лет, хотя обычно в оркестры берут не меньше 11. Маша Тарусова пришла в коллектив совсем недавно. Ходить я начала только в этом году, с 11 лет. Привел сюда мой педагог, меня. Мне вообще нравится отыграть. Я всегда мечтала играть в оркестре. Очень хотела. Я когда слушала, у меня просто в сердце пятки уходило. Юные оркестранты выступали вместе с выдающимися музыкантами современности, известными во всем мире. Проект единственный в своем роде. Я сейчас поясню. Сводный симфонический оркестр в нашем области – это визитная карточка нашего города. И много концертов мы еще не только, потому что очень сложно создать программу. Это нужно длительные и долгие репетиции. Но мы стараемся. И сегодня для нас это сольный концерт на территории. Такой отправной точкой является в дальнейшую творческую жизнь. Сцена Горняка в этот вечер была по-настоящему звездной. Дирижировал симфоническим коллективом не только Роман Костин, но и заслуженный работник культуры России Евгений Олешников. С оркестром сыграл композитор, двукратный чемпион мира по аккордеону Александр Паилуев. Звучала прекрасная сопрано Галины Зольниковой. Один из лучших скрипачей мира, профессор Московской консерватории Александр Тростянский отметил высокий уровень подготовки старооскольских музыкантов. На репетиции времени не было, но концерт прошел без помарок. Этот проект совсем свежий. Я с Романом Юрьевичем не был знаком до недели назад буквально. Так что это его целиком задумка. И задумка, мне кажется, замечательная. Потому что действительно совместное музицирование, оно как-то подтягивает и детишек, и нас заставляет тоже как-то. На нас же равняются, поэтому мы должны быть вдвойне ответственны. Ребятки молодцы, все собрались, все сыграли, по-моему, очень хорошо. В программе концерта прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов. «Лебединое озеро» и «All by myself», «Ада же у Альбиони», «Романсы и музыкальные фантазии». Детский сводный симфонический оркестр исполнил 10 произведений. Концерт должен был состояться на большой профессиональной сцене в областной филармонии. Однако в целях безопасности выступления в Белгороде отменили. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Студия Лариса Ульяненко. Здравствуйте. От слова «год» в русском языке пошли годный, годится и погода. Изначально это слово употребляли только, если за окном светило солнце. А в юге или дожде говорили, как о непогоде. Прилагательное «погожие» до сих пор употребляется только в значении «ясный». Но было бы неплохо придумать термин и для завтрашнего дня. 25 ноября в Стармосколе и Губке ни осадков не предвидится. Но и солнце синоптики не обещают. Столбики термометра в днем покажут плюс один, ночью до двух градусов выше нуля. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное. 753 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле спокойное. Луна растущая. Магнитное поле. Редактор субтитров А.Семкин